Новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте. Главные темы дня. Речь пресс-секретаря правительства Республики Западная Армения. Пока в Баку находятся армянские пленные, страница конфликта не перевернута. Депутат Европейского парламента. Послание мигра армянскому народу. Ашот Арутюнян. Швейцарский депутат Эрих фон Томбель и 15 депутатов направили обращение к правительству Швейцарии по вопросу армян Арцаха. В Сагогорье района Адамакерт в Ване покрылись первым снегом. Из-за нашего постыдного молчания этническая чистка в Арцахе стала возможной. Депутат Европейского парламента. Поддержим государственное телевидение Западной Армении. 21 сентября с речью выступила пресс-секретарь правительства Республики Западной Армения Арменуи Цаакян. Пресс-секретарь представила подробности научной конференции, посвященной богине Аднеид от 15 сентября. На конференции с речью выступили президент Республики Западной Армения Лития Маркусиан, председатель Национального совета Республики Западной Армения Армен Акабрамян, председатель Национального собрания Республики Западной Армения Нелли Артюнян Курмигр Айказуни. Лития Маркусиан отметила конференция, посвященная богине Аднеид, важное научное событие и является платформой для информирования международного сообщества о армянском наследии. Армен Акабрамян подчеркнул важное сохранение исторического и культурного наследия Западной Армении. Отметив, культ Анаид до сих пор сохраняет свое влияние в этом районе, уделив особое внимание значению святых источников для проживающих там армян. Председатель Национального собрания Нелли Артюнян подчеркнула важность сохранения армянской идентичности и передачи ее следующим поколениям. Курмигр Айказуни представил историю богини Анаид. В завершении конференции Армен Акабрамян вручил почетные медали гражданам и депутатам, прибывшим из Западной Армении. Мирное соглашение между Восточной Арменией и Азербайджаном необходимо для обеих стран и является главным препятствием для стабильности на Южном Кавказе, отметил литовский депутат Европарламента Пятрас Ауштравичус, комментируя требования Азербайджана изменить Конституцию Армении, подчеркнув, мир должен быть реальным и люди должны жить по этому соглашению. Говоря о армянских военнопленных, депутат отметил, пленных необходимо освободить как можно скорее, обмен пленными должен стать частью мирного соглашения. Что касается права армян Арсаха на возвращение на родину, отметил, это право под международной защитой и не является предметом переговоров, а является мандатом, основанным на основных принципах прав человека и международного права. Если враг твой осмелится лишь подумать, причинить зло твоему дому и потомству, уничтожить его родословную с корнями, сокруши его дом до основания. Разрушения и наказания должны быть решительными и безжалостными. Дом врага должен быть разрушен до основания. Его существование должно быть полностью уничтожено, чтобы он никогда не смог возродиться и снова стать угрозой для тебя и твоего народа. Послание Мигра призывает армянскую нацию быть бесстрашной, сильной и непоколебимой, защищая свой дом и землю от любого зла, который может угрожать мирному и безопасному будущему армян. Проармянский депутат Национального парламента Швейцарии Эрих фон Тобель и 15 депутатов направили письменный запрос к исполнительной власти Швейцарии о возвращении армян Арцаха и восстановлении их прав. В предстоящий поднедельник 23 сентября исполнительная власть должна ответить с трибуны парламента на следующие вопросы. Признает ли Швейцария право армян Арцаха на возвращение на родину и реализацию права на самопределение? Намерена ли швейцарская делегация поднять на КОП-29 вопрос этнических чисток в Арцахе и право его жителей на возвращение? Об этом в беседе Солер сообщил швейцарский историк армянского происхождения Манук Малхасян. Высокогорье района Адамакер в западной Армении покрылись первым снегом этого года. Еще до начала ноября природа поспешила покрыть белым слоем деревню Йолмачаир, расположенную в 12 километрах от районного центра. Двухдневные проливные дожди внезапно превратились в мягкий снег, который чудесным образом покрыл деревню и окрестности. В этом году зима поспешила сообщить о своем приходе. Деревню под белым покровом встретила первые признаки холодной погоды. Прошел год с момента этнической чистки в Арцахе. Это стало возможным из-за нашего постыдного молчания. Об этом в своем микроблоге написала депутат Европарламента Мириам Лексман. Мы не можем забыть эту трагедию и должны продолжать настаивать на привлечении виновных к ответственности, поддержке жертв и сохранении армянского культурного и религиозного наследия в Арцахе. Оставаясь верным своей миссии и зрителю, телевидение Западной Армении продолжает свою работу, используя инновационные подходы. Не занимаясь саморекламой, мы представляем важные события о истории настоящем и будущем Западной Армении, затрагивая проблемы, волнующие армянскую нацию. Телевидение Западной Армении зафиксировало одно из важнейших достижений, выпустив еженедельник «Вестерн Армения», направленный на сохранение и публилизацию нашей истории, культуры и идентичности. Наше телевидение прозрачно представляет деятельность президента, правительства, национального собрания и других государственных структур Республики Западной Армении, делая ее доступной и понятной. Наша сила в единстве. Вместе мы сможем создать сплоченную и процветающую родину. Ваша поддержка, наша общая победа. Вместе мы сила. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра.